Привет, друзья! В этом видео речь пойдет о тоналке. Сегодня у меня такой спортивный образ, потому что тоналкой мы пользуемся каждый день в своей жизни. И это практически спорт. И выбор тоналки это тоже такая же тренировка всегда. И глаз должен быть наметан. У меня тоналка The One Aqua Boost Illuskin от Eryflame. Это новая тоналочка. Мне ее подарила мама. Большое ей спасибо. И она сейчас у меня упакованная и абсолютно новая. Давайте я ее распакую. Я уже успела ей немножко попользоваться. Мне нравится, что она светлая, плотная, маскирующая. И такого телесного цвета хорошо подстраивается и легко растушевывается. И также молодые девочки моего возраста любят тоналки такого типа, потому что они очень хорошо перекрывают недостатки. Прям супер-пупер. Она... Можно нарисовать ею маску. И я предпочитаю использовать данный оттенок зимой, потому что он очень светлый. И им легко можно выбелить кожу до состояния фарфоровой куколки. И здесь также есть SPF 20. В принципе, на лето можно подобрать оттенок потеплее. У меня оттенок ванила. Иногда я комбинирую эту тоналку вместе с другой, более теплого, телесного оттенка. А это высветляют только самые главные выступающие зоны. То есть это зона лба, спинка носа, уголки глаз, немножко щечки, немножко подбородок. А все остальное, подложку использую тоналку более теплого оттенка. Тоналка питательная, увлажняющая, хороша на зиму. И что еще мне нравится, то, что она держится просто целый день. И выглядит естественно. Ну что ж, давайте сделаем сводч. Вот у меня здесь есть родинка. Давайте попробуем ее перекрыть. Вот так она легко растушевывается. Она прям очень увлажняющая, приятная. И чувствуется, как будто кожа наполняется каким-то питательным кремом. Водичкой. Вот мы растушевали до цвета слоновой кости. Подписывайтесь на мой канал, чтобы больше знать о тоналках. И подобрать себе самую лучшую тоналку. Этой тоналке я доверяю полностью. И она одна из моих любимых. Спасибо за внимание. Жду вас снова в гости на мой канал. Намасте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.